Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал! В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Ну что, мои хорошие! Продолжается тестирование новой пряжи от интернет-магазина 100WoolIt Итальянская пряжа называется Giglio Ой, сколько уже было тестов! И теперь еще очередной тест связался вот такой беретик в морском стиле Это такая, я бы сказала, без козырка Посмотрите, какая прелесть получилась Будет небольшой экспресс-мастер-класс по этому берету и по этой сумочке Во второй части видео Сейчас хочу сказать по берету Значит, прекрасная пряжа Giglio для вязания сумок, беретов, шляп Даже снут у нас есть Но снут мы там мешали, подмешивали Махер, кед Махер Очень красиво все смотрится Хорошо подойдет как деткам, так и взрослым Что смогла, рассказала, объяснила Не знаю, как для начинающих Но опытные меня поймут Значит, не забывайте, что в этом интернет-магазине для вас скидка 25% С промокодом Елена Ситникова Очень благодарна спонсору За этот подарок За предоставленную пряжу Все изделия, которые я связала Я ими очень довольна Значит, на берет ушло 90 грамм пряжи Я уже не знаю, сколько и какой Но в основном тут белой, конечно же, пошло больше У меня оставалось белой пряжи 80 грамм После всех наших проектов Вот что сейчас осталось И сколько-то ушло Наверное, грамм 20 Да, 20 грамм ушло голубой пряжи Остальная вся белая То есть, получается, что 90 грамм всего 70 грамм белой пряжи И 20 грамм голубой пряжи Вот занял этот беретик Связала я его буквально с утра начала И сейчас время около часа Вот берет готов Так что для тех, кто спешит в отпуск Это ваша модель Особенно для деток Голова дышит Пряжа натуральная 50% крапивы И 50% шелка Потрясающая вещь Я довольна результатом Результатом Желаю вам приятного просмотра Потому что дальше пойдет Мастер-класс по этим Двум проектам То есть, сумочка и берет Ну, а я с вами Прощаюсь Прощаюсь ненадолго Жду две посылочки Так что мы будем Начинать все новые и новые Проекты Всех люблю И до новых встреч С вами была Елена Сидникова Пока-пока Итак, мои хорошие Решила я снять Экспресс-мастер-класс По сумочке И по Вот этому берету К этой сумочке Поскольку чувствую Что у меня не будет Времени На доскональный Мастер-класс Решила Показать Важные моменты В этой сумочке И в этом беретике Чтобы Не откладывать Как говорится В долгий ящик Потому что Идут еще Две посылочки Из разных магазинов И Я очень-очень Буду Загружена Процессами Мне просто будет некогда Вам показывать И делать этот мастер-класс По сумочке Поэтому Возможно Этот мастер-класс Будет не совсем Для начинающих Но Если вы Захотите разобраться Я думаю Что вы Поймете Итак Сумочка Гольфстрим Вязалась Вязались два круга По принципу Круга Как вязать Это Мы Проходили Уже Когда был мастер-класс Когда мы вязали Шляпу Из рафии Королева рафия Которая Вот И Все То же самое Я на этом Останавливаться Не буду Здесь Прибавки Были Со смещением По принципу Круга Как вязать Вот этот Красивый Такой Выступающий Край Я вам покажу Вот На этом Берете Очень Хорошо Покажу Что еще По этой сумочке Я говорила Как здесь Какая ниточка И как Что делать Я Сейчас Покажу Как я вязала Дно Расскажу Вернее Вот Здесь На берете И Конечно же Расскажу О берете Так что Здесь Ничего Сложного Нет Как сделать Подкладку Я думаю Что Вы Поймете Сами То есть Вырезаем Из Подкладочного Материала Круг Обрисовывая Круг Вот этой Вот Вывязанной Сумочки Потом Просто Загибаем До нужного Момента Как вы хотите Насколько Чтобы Здесь У вас Сгибался Круг Я думаю Что Где-то Вот На таком Уровне То есть Не до Половина Где-то Вот Так Загибаем Пришиваем Одну Часть Пришиваем Другую Часть Мастерим Таким же Образом Карманчик Если Вы Хотите Карманчик Нет Значит Без Кармашек И Когда Уже Части Пришиты К Половинкам Вот Этих Наших Кругов Потом Вывязываем Дно И Соединяем Его То есть Сначала Нужно Естественно Пришить Подкладку Ну и Как Бахрому Делать Это Уж Наверное Я Даже Где-то В каком-то Видео Показывала Но Там Ничего Сложного Нет Итак Сейчас На Примере Берета Покажу Вам Вот Этот Красивый Край Как Его Сделать И Немножко Расскажу О Донышке Итак Давайте Сначала О Берете Беретик Я Вязала Здесь Шести Клинка То есть Вот Петлю Скользящую Петлю Набрала Шестнадцать Петель Шестнадцать Столбиков Затянула И потом Разделила Вот здесь Четко видно Вот Вот они Восемь Граней В каждом Секторе Прибавляла По Петле То есть Здесь Восьми Клинка Получается Крючок Здесь Изначально У меня Был Три Семьдесят Пять И Это Полустолбики То есть Пряжа Гиглион Двух Цветов Спонсор Магазин Столбик Сначала Белый Начинала Вязать Потом Как я вам Рассказывала В прошлом Видео Чтобы Было Вот такое Красивое Соединение Не такое Как В сумке Вот Если Посмотреть В сумке Здесь Ну На мой Взгляд Как-то Не очень Аккуратно В берете Я немножко Делала По-другому Более Аккуратные Соединения Получились Потому Что Я Допустим Если Вяжу Белой Ниточкой У меня Синяя Идет Как Бурдон Здесь Встречаемся Меняю Нитку Беру Белую Нитку Вернее Беру Синюю Нитку У меня Белая Идет Как Бурдон То есть Здесь Вот такие Протяжки Ниток По всему Кругу Итак Вязала Я здесь За Переднюю Полупетлю То есть Не за Две Полупетли Вот так А за Переднюю Полупетлю Вот так Вот Весь Берет И весь Берет Связан Полустолбиками И вот За счет Того Что За Одну Полупетлю Вязалась Видите Вот здесь Вот такая Вот Косичка Идет То Тоже Сар2 Самое Я BL И в Сумке Тоже За Одну Полупетлю Я вязала Но Здесь Столбики Без Накида Если В берете Полустолбики то в сумке я вязала столбики без накида за одну полупетлю, за переднюю полупетлю. И здесь тоже получилась вот такая косичка. Дно вязалось столбиками без накида за две полупетли, чтобы оно было более жесткое. Итак, по беретту рассказала, то есть полустолбики за одну полупетлю. И пряжа гиглё, крапива 50%, шелк 50%. Крючок начинала вязать 3,75. Когда я вывязала мне нужную длину, то есть макушечку, так скажем, я перешла, во-первых, сменила цвет пряжи полностью на белый. Здесь вяжется у меня в два сложения ниточка. То есть сразу после вот этой макушки для упругости я взяла белую нитку в два сложения. И поменяла крючок на 3,5. То есть здесь был 3,75, здесь 3,5 пошел. Так, что еще? И, естественно, здесь вот эта часть вяжется за две полупетли. Давайте покажу, как я... Ну, во-первых, убавки вы понимаете, как делать, да? То есть, если здесь мы расширялись, то здесь мы таким же образом сужаемся. Но сужаюсь я, посмотрите, как. Сейчас я вам покажу. Допустим, мне сейчас нужно убрать столбик. Я не делаю... По идее, нужно сделать бы вот так. То есть, одну петлю вытащили, вторую вытащили, две провязали. Я не делаю так, чтобы у меня вот этого не было. Пряжа толстая и она позволяет. Поэтому я, смотрите, если мне нужно убрать петельку, я просто пропускаю столбик и вот в следующий столбик провязываю столбик без накида. Никакой дырочки, как видите, практически нет. Вот так вот я делала убавки. Так, вот сейчас, по-моему, здесь у меня была убавка. Но я здесь не следовала прям так вот четко, чтобы все четко было. Нет. У меня здесь все на глазок, так скажем. Первый рядок убавила там каждую пятнадцатую петлю. Потом провязала, по-моему, ряд без убавок. Следующий ряд каждую четырнадцатую петлю убрала. И вот сейчас у меня каждая двенадцатая петля, по-моему, идет на убавку. Дальше мерите по голове. И когда уже вот этот диаметр у вас будет нужной вам величины, то есть размер вашей головы, вяжем тогда просто прямо какое-то расстояние. Так, об этом рассказала. Теперь смотрите, как делается вот этот красивый. Видите, у меня здесь в беретике тоже такой вот красивый край, как и в сумке он присутствует. Вот он, этот край, ребрышко такое. Как его сделать? Очень просто. Сейчас покажу. Смотрите. То есть нужно провязать ряд, спуститься на ряд ниже. Даже в сумке я спускалась вот сюда, по-моему. Нет, все-таки сюда. Хватаемся снизу за столбик, входим вот так, делаем захват нити, провязали. Опять сюда же, в эту дырочку входим, сюда выходим, то есть цепляемся за столбик предыдущего ряда. Провязали. И вот таким образом, цепляясь за столбик предыдущего ряда, вяжем столбики без накида. Сюда вошли, сюда вышли, захватили нить, протащили, провязали. Еще раз. Сюда зашли, сюда вышли, то есть как бы столбик обогнули, теперь возвращаемся назад и провязываем столбик. Еще раз. Сюда. Вот так. Захватили нить, протащили, провязали. Медленно еще раз сюда. Вытащили, провязали. Ничего сложного нет. И вот у вас получается, вот он этот выпуклый край. Вот это ребрышко. Можно даже, знаете как, можно еще на ряд ниже спуститься. Тогда ребрышко будет выше, да? То есть мы сейчас вот сюда входили. Давайте попробуем вот сюда войти. Вот так. Будет ребрышко ярко выраженное. Так, по-моему, даже красивее. То есть на два ряда. Вот видите? Вот оно, это ребрышко у нас получается. Вот так вот я вязала и в сумке. По-моему, даже на два ряда я в сумке спускалась. Теперь смотрите, как вывязать дно. В принципе, это же та же самая наша сумка. То есть вяжем так половину, большую половину нашего круга и возвращаемся назад. То есть, допустим, вот я провязала нужную мне половину. Возвращаюсь, столб, во-первых, петлю подъема делаю и возвращаюсь теми же столбиками без накида к тому месту, где заканчивается, ну, будет заканчиваться наше дно. Вы сами определите величину этого дна. вот, допустим, провязали нужно. Вернулись опять, петля подъема сюда же. Вот у нас так вывязывается наше дно. Конечно, все это схематично. Это я показываю, как я вязала сумку. Вот таким образом вывязали часть на половинку дна на одном круге у нас, да? То же самое сделали и на втором круге. Потом, когда пришили подкладку, вот она, эта часть одна связана, вторая часть, а это по центру соединительный шок. Потом эти две части вот так соединили. Давайте сейчас покажу. Допустим, это второе дно во втором круге, да? Соединили. Сейчас вытащу петельку эту. И вот так вот за две полупетли хватаясь соединяем соединяем столбиками без накида две наши части, то есть, в сумке. Одну и вторую. Вот еще одно у нас ребрышко, но оно потом разгладится. Естественно, у вас должно быть одинаковое количество петель в одной части сумки и во второй части сумки, чтобы все у вас петельки совпали и вы красиво соединили дно. У меня, например, 98 петель в сумочке. Я имею ввиду. Вот и все. Вот, пожалуйста, вот таким образом мы связали дно. Но, повторюсь, дно нужно сшивать, когда у вас уже в сумке будет пришит подклад. Иначе у вас просто не будет такой возможности это сделать. Так, думаю, это понятно по сумке распускаю эту всю конструкцию такой вот. Мне кажется, даже и начинающие поймут то, что я объясняю очень даже хорошо. Нужно немножко включать свое мышление и вязать. Садиться и пробовать. Так, что здесь? Мне здесь ребрышко не нужно. Это пока что я его убираю. Это я вам показывала, как вот это ребрышко сделать. Оно у меня и в берете присутствует. Видите? Вот. И таким образом сейчас вот я уберу нужные, ненужные мне количество петель, когда будет по объему моей головы, я провяжу несколько рядочков прямо. И в принципе беретик мой будет готов. Итак, мои хорошие, решила я сделать такую настоящую прям морскую кепочку, морской беретик. Смотрите, после обвязки здесь идут, в общем, у меня 94 петли получилось в объеме, да, у вас, конечно же, может быть другое количество петель. Просто распределите ваши петли, но так, чтобы вот этот типа а-ля козырек вывязать. Допустим, у меня вот здесь вот это вот начало ряда. То есть, что я сделала? 22 петли отсюда и 22 петли на другой конец, да, а вот это все у меня занимает козырек, он достаточно такой, обширный. Потом покажу, как это все выглядит. И что я делала? Вот вяжу-вяжу столбики, 22 петли провязала от начала круга столбиками без накида. Дальше у меня пошли первый ряд, у меня здесь значит рядочки полустолбики, сколько-то там 50 петель по-моему получилось. Потом дохожу сюда, начинаю вязать столбиками без накида. Соединила круг. Следующий ряд тоже самое. Начинаю вязать столбиками без накида, дохожу до места, где начинается козырек, здесь у меня уже пошли столбики с накидом. Единственное, что вот здесь я конечно же делала на расширение, то есть из 50 петель я приблизительно там в первом ряду каждую пятую увеличила, чтобы козырек начал расширяться, во втором ряду, вернее каждую десятую, нет, каждую пятую увеличила в первом ряду, во втором ряду каждую десятую и у меня вот такое вот закругление, то есть начал вывязываться козырек. Вяжу вяжу козырек столбиками с накидом, дохожу до конца, перехожу на столбики без накида и тут буквально вот таких три рядочка. Потом, когда я стала вязать уже последний ряд, начинала вязать так, как мы делали вот здесь вот этот рубчик, вот он, видите, там, где столбики без накида, пошел вот этот рубчик. потом вывязывался ряд столбиков козырька с накидом уже без расширения последний ряд, потом опять перешла вот цепляясь за второй ряд, как мы вязали с вами, как я показывала вам вот этот вот рубчик. Затем дошла, это с другой стороны уже получается, там, где столбики без накида, вот этот рубчик закончила и отрезала нитку. А теперь мне нужно обвязать козырек, потому что мне по-другому никак нельзя сюда было вернуться, поэтому я отрезала ниточку, взяла одну ниточку, тут же в два сложения было, вот все, что у меня осталось от этой, как это, гиглион, крапива, шелк. Вот здесь присоединилась, вот вы видите даже момент этого присоединения, и теперь таким же способом, таким же макаром, так, сейчас посмотрю, то, чтобы не ошибиться, вот сюда, сюда, да, вот сюда, обвязываю козырек, крючок взяла поменьше, сейчас скажу, троечку взяла для обвязки, и вот, чтобы вот этот красивый рубчик у нас получился по козырьку, вот так вот обвяжем козырек, и в принципе, наш морской беретик будет готов, короче, вот так вот идем до конца, но это не ряд, это до конца нашего козырька, чтобы у нас везде по периметру, по ободку в берете был вот этот красивый край, обвязка, то есть, что мы делаем, цепляемся за столбик предыдущего ряда, и в итоге наш этот столбик как бы выворачивается, и получается вот такая красивая косичка, вот видите, вот здесь, во-первых, она упругость придаст козырьку, чтобы он красивую форму имел, ну и определенный такой шарм получается, да, как будто вот кантик законченная работа, в общем, красивый беретик с сумочкой, если связать такой деткам, я бы сюда вот еще помпончик прицепила, себе, конечно, я не буду цеплять помпон, а вообще, вот у кого есть маленькие детки, внуки, то можно вот такой красивый сделать помпончик для этого берета, ну вот, мои хорошие, я думаю, что это понятно, а то уже как-то затянулся мастер-класс, вот сюда, мы вот сюда придем в эту точку и отрежем ниточку и все наши тогда ниточки попрятать и беретик будет готов, так что повторюсь, что спонсором данного проекта был интернет-магазин 100волид, интернет-магазин итальянской пряжи, там есть у вас скидка при покупке 25% с промокодом Елена Ситникова, Ну вот, мои хорошие, еще один проект готов, на этом я буду с вами прощаться, сейчас буду монтировать видео, возможно, и в первой части я попрощаюсь, потому что, естественно, очередность кадров там будет другая, но на всякий случай, до новых встреч, всех люблю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok